Мы известные ребята, все знают, что мы классные. Симпатичные ребята, действительно, то есть затейники. Все, что связано с технологиями, оно немного воспринимается нормальными людьми, как немного люди не в себе. Голубые карлики, красный гигант и так далее. У нас компания Mad Robots называется. Безумные роботы. Зачем бизнесы называются по-английски, я не понимаю. Вот нам только сегодня привезли, это я просто играюсь. Это механическая рука, в которой, естественно, будут все только показывать друг другу средний палец, потому что схватить ей что-нибудь довольно проблематично, она не очень сильная. Рынок электроники довольно ригидный, он не очень сильно меняется. То есть там редко довольно появляются какие-то инновации, вроде Apple Watch или того же iPhone. Мы, по сути, ищем новые iPhone. То есть мы ищем то, что будет востребовано большим количеством людей в будущем, но сейчас об этом никто не знает. Когда меня спрашивают, чем вы там торгуете, я всегда отвечаю, что Mad Robots. Это магазин, созданный гиками для людей. В целом больше 15 тысяч штук товарных. Для большинства россиян то, что мы продаем, это бесовщина. Туристический чемодан, который заряжает гаджеты, там встроен трекер. Серьезно, чемодан с трекингом, с GPS-навигатором, это бесовщина. Все началось с того, что я просто сидел на работе и залипал на Kickstarter. Я поддержал на сегодняшний день 125 проектов, уже 126, по-моему. И в какой-то момент времени на одной странице проектов, это был первый в мире пульсометр без нагрудного датчика. Компания Мео Глобал канадская разработала этот девайс. И у них на странице среди уровней вознаграждения был написан «Distributor Pack». За 10 тысяч долларов я получал 100 устройств, с которых, собственно, бизнес и начался. У нас есть интернет-магазин MadRobots.ru, на котором мы представляем все, что мы привозим в Россию, в том числе те инновации, которые мы находим в России. Второе направление, которое позволяет нам динамично развиваться, это, собственно, дистрибуция. Мы только недавно вернулись в СЕС в Лас-Вегасе, откуда, я надеюсь, мы привезли несколько десятков новых контактов. Колонка в виде телевизора, который мы привезем в этом году. Трекеры Чиппола, которые включают трекер размером кредитную карту, даже меньше. И SleepPace — это умная ароматерапия и будильник с имитацией рассвета. Это то, что мы точно привезем уже, да. Третье направление у нас — это стартапы. У нас большой упор сделан на продукты, которые мы сами производим. Взять те же биваны. Не каждая компания может похвастаться тем, что она производит что-то свое. В начале 2016 года мы выложили видео с надувным диваном. Это видео стало вирусным, собрало полтора миллиона просмотров за буквально неделю. Я так устроен, что если в интернете что-нибудь увижу интересное, у меня хлебом не корми, дай повторить. И решил попробовать. Создал первый свой прототип до пару дней буквально. То есть день пришлось помараковать, посидеть, подумать, как это может быть сделано. Ну, день — собрать материальчики, поездить по магазинам. Ну и за ночь я его практически сшил и на утро уже вышел со своим постом. Вот, ребята, я, в общем-то, эту вещь сделал. А вот, кстати, биван первой версии. Полез на лепру, нашел пост, где Евгений Нестеркин, собственно, выкладывал. Я ему писал, заканчивай заниматься ерундой, давай сделаем совместный продукт. Но я еще довольно был напорист. Ну, то есть он писал мне, что он набьет мне морду, когда увидит. Если мне что-то не нравится, я на это не могу махнуть рукой. То есть там ребята говорят, а давай, я упираюсь, как баран. Нет. Насколько я знаю, он не очень любит Москву. Он очень любит Омск. И Евгений натрез отказался покидать свой любимый город, где он вырос. Там исследовательская лаборатория, скажем так. Евгений там творит. Поработав с ним поняли, что, предпринимаю, бизнесмен он не очень. Ну, то есть он не умеет считать деньги, не считает расходы. Если слушать только наших запретателей, это будет что-то там из куска золота, выдолбленное внутри. Бивана у нас это уже первый массовый продукт. Мы продали их в общей сложности за два года около 40 тысяч. Плагиат, есть такая замечательная шутка, я говорю, традиция. Нет ничего постыдного в том, чтобы подсмотреть новое, что-то трендовое, что-то обещающее быть хорошим. Рано или поздно сюда это привезут, но только китайцы. К черту китайцев, мы сами это можем. Только недавно выпустили модель ватрушки для использования на горнолыжных склонах, ну или просто на городских склонах. Все на себе. Все вот то, что мы с вами производим, исключительно только на себе. С травмами, с болью. Я помню, когда Биван подо мной порвался. Осторожно! Занимаемся это мы все бизнесом для того, чтобы заработать денег. Цель краткосрочная, то есть это в рамках трех лет, это выйти на стабильную выручку более одного миллиарда рублей. То есть нам нужно еще два года расти на сто процентов. Да, почему бы нет. Заработать миллиард это довольно достойная цель. Есть, есть, есть мечта. Я как-нибудь потом об этом скажу отдельно. Не сейчас. Я не знаю, это мечта или не мечта заниматься именно исследованием продления жизни. Других-то у меня особо идей просто нет. Я имею в виду. Значит, наверное, это и есть мечта. Аня, а весы, которые тебе давал Миша, а Юра? Я Кудрявцеву отдала. А, а зачем ты их отдавала Кудрявцеву? Потому что он попросил. Потому что он толстый, да? Извини, Вань. Ну, понимаешь, если не я, то кто? Все. Ну да. Да. Я такая-то. Всё. 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 Всё.